Хотя земляника садовая является одной из самых распространенных культур в наших садах и сложно найти сад, в котором бы ее не было, очень многие садоводы допускают ошибки при ее выращивании, а главное при посадке. В последнее время растения приобретаются, как правило, вот в таких небольших пластиковых контейнерах. Это очень удобно, потому что когда вы перевозите растение таким образом, оно подвергается меньшему стрессу. При выборе обращайте внимание на то, чтобы у земляники были в меру развитые листья, а также здоровая центральная почка. Когда вы извлекли растение из контейнера, аккуратно стряхните с него землю. Сажать землянику нужно в специально подготовленную почву. Она должна быть перекопана на глубину штыка лопаты. Рекомендуется также внести перегной и микроэлементы. Так как посадку мы производим осенью, из минеральных удобрений вносим только калийно-фосфорные. Если почва кислая, можно добавить раскислитель. На дне посадочной ямки сделайте холмик и поставьте на него растение. Обратите внимание, что тут многие допускают ошибку. Корни растения загибаются. Как правило, это происходит от того, что они чересчур длинные. В этом случае можно секатором смело обрезать лишнее. Когда вы укладываете растение с уже обрезанными корнями на холмик, обратите внимание, чтобы корни случайно не загнулись вверх. Это тоже неправильно. В идеале они должны ровно спускаться по всему холмику. Еще один важный момент. Многие чересчур заглубляют растение. Тогда центральная почка, так называемая сердечко, оказывается ниже уровня почвы. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как в этом случае сердечко начнет выпривать и загнивать, и растение может погибнуть. Напротив, центральная почка земляники должна еле-еле выступать над уровнем почвы. Под снежным покровом земляника зимует достаточно хорошо. Однако в малоснежные зимы ее следует укрывать. Как правило, укрывает ее, когда начинаются заморозки. Хорошо подходит для этого, например, торф или спонбонд. При соблюдении всех этих правил, посаженное вами растение хорошо укоренится и приживется, а вам будет гарантирован отличный урожай садовой земляники. Кстати, не стоит забывать, что эта ягода признана одной из самых вкусных и полезных в мире.